На этом уроке мы завершим разбор слова «Мусыратун» и перейдем к следующим словам. Нам осталось показать, как спрягается форма и самуфа'ль имени действующего или причастие действительного залога. Итак, «Мусыратун», от которого и образовано слово «Мусырат», приходит по модели «Муфа'льун». Следует отметить, что здесь у нас в сопряжении будут только 6 форм, а не 14, как это было с глаголами, так как там первое, второе или третье лицо определялось при помощи слитного местомения, например, катабату для первого лица, катабата для второго лица и так далее. А здесь в «Ис-Муфа'ль» то или иное лицо определяется при помощи раздельного местомения, без надобности изменять саму форму «Ис-Муфа'ль». Возьмем трехбуквенную «Ис-Муфа'ль» катабун. Так, эта форма единственного числа мужского рода, может использоваться для первого, второго или третьего лица, например, «Гуа катабун», «Анта катабун», «Анакатабун». Значит, в распоряжении форм имени действующего, то есть «Ис-Муфа'ль» у нас будет только 6 форм, например, «Муфа'льун», «Муфа'льани», «Муфа'льуна», «Муфа'льатун», «Муфа'льатани» и «Муфа'льатун. Следующее слово – это «Маун». Первоначальной основой слова «Маун» является «Муфа'льун» по модели «Фа'льун». Значит, согласно пройденному нами правилу, которое гласит, что если буква «Вау», а то же самое касается и буква «Я», так вот, если буква «Вау» имеет огласовку, причем любую, а предыдущая буква огласована «Фатхой», то буква «Вау» меняется на «Алиф», значит «Мауахун» становится пока что «Маа-хун», точно так же, как в слове «Бабан». Его основа – это «Бабабан». Как видим, здесь «Вау» превратился в «Алиф» по тому же правилу. А если кто-то скажет, как вы узнали, что у слова «Маун» Алиф в основе изначально был «Вау»? Мы скажем, что на это указывает его множественное число «Амуахун», которое является одним из его двух множественных чисел. Как мы видим, здесь в множественном числе буква «Вау» вернулась, что указывает на то, что Алиф в слове «Маун» изначально был этой буквой «Вау». На это же указывает его уменьшительная ласкательная форма «Муаигун», где опять вернулась буква «Вау». А если кто-то скажет, что у этого слова есть еще и другое, более распространенное множественное число Мьягун, где мы видим букву Я, Аниво, то мы скажем, что здесь букву О заменили на Я из-за кэсры, предшествующей буквы Мим, так как кэсры соответствует Я, Аниво. Как мы это часто видим, например, Суамун стало Суямун, Кивамун стало Киямун, Диварун стало Диаврун и так далее. Второе изменение, которое произошло в этом слове Маугун, это замена Га, буквы Га, на более сильную букву Хамзу. Значит, в итоге у нас от первоначального Маугун получилось Маун, путем замены Вау на Алиф и буквы Га на более сильную, чем она, букву Хамзу. А иначе у нас получилось бы Маугун. Поэтому Ха и поменяли на Хамзу, дабы усилить ею слабую букву Алиф. А что касается слова Саджаджан, то здесь мы не будем повторяться, так как у нас уже было слово по такой же модели, по модели Фаалун. И от слова Хаджун мы упоминали, что модель или возн Фаал, это усилительная форма Исму Фааль, и имени действующего. Так, слово Саджаджан мы переводим как не просто льющееся, а обильно льющееся. Осталось сказать, что Саджаджан образован от глагола Саджа и Суджум. Саджаджан это Фаалун Суласиун Муджарудун Сахихун Гайру Салимин Мудуафун. Трех букв на глагол, без добавления, то есть первообразной формы. Сахихун, так как здесь нет слабых букв Алифа Вау Я. Однако этот глагол Гайру Салимин Нездоровый, Неправильный глагол, так как это Мудуаф, то есть глагол, у которого вторая и третья коренных буквы однородны. То есть Ива Айн Илам одна и та же буква Джим, что и приводит к изменениям внутри этого глагола. Так в основе было Саджаджа, что трудно произносится, и поэтому в итоге у нас стало Саджаджа, что легче произносится, чем Саджаджа. Но об этих правилах мы подробно поговорим в подходящий момент, иншаллах. Алхамду лиллах рабли'аламин.